Если вы готовы постоять за других, ездите в автобусе. Герой этого сюжета хочет постоять за себя. Ведь езда в автобусе обошлась ему очень дорого. Частичные потери здоровья. В нумерологии число 9 знаковое. По своей сути оно представляет начало и конец жизненного опыта человека. И несет в себе последний земной урок человечества. Прощение. У меньшанина Сергея Голубовича с девятка связана неприятной ассоциацией. Именно 9 августа в автобусе номер 9 он едва не простился с жизнью. Я сел в автобус, проехал одну остановку, выходил последний, чтобы сзади никто не толкнул, никому не мешать. И в этом проходе закопошился. Отметим, что закопошился Сергей Владимирович в силу своих физиологических особенностей. Мужчина инвалид второй группы и передвигается с помощью трости. И проворство, увы, не его конек. Как мог он вышел из салона автобуса. И здесь уровень адреналина зашкалил. Он закрывает двери и начал движение. Заклинил он дверями палку. И за ним пытаюсь как могу боком его подогонять. Он просто около 2-3 метров меня таким образом протянул. По какой причине Сергей Владимирович не отпустил трость, застрявшую в дверцах автобуса, он не помнит. Скорее всего, чисто инстинктивно. Ведь трость для него это опора жизни. Да и скорее всего, отпустил бы ее, он рухнул под колеса автобуса. А там уже как судьба. Слышно было, как в автобусе, стойте, стойте, на весь автобус кричат. Он закрыл двери и спокойненько поехал дальше. Если хорошо постараться, то в принципе водителя можно понять. Он убедился, что все пассажиры вышли из салона и продолжил движение. Серую трость, которую держал в руках Сергей и которая зажалась дверцами автобуса, он просто на фоне серого асфальта мог не заметить. 19 лет, у меня все категории прав. Я ездил и на автобусах, и на самосвалах, на стройке, на КамАЗе, бетон возил. Если ты везешь людей, то обязательно надо убедиться, что двери закрыты, и ничего не угрожает началу движения. Я просто не хочу, чтобы вот такой человеконенавистник продолжал водить такие автобусы. Гнев и возмущение Сергея Владимировича можно понять. К проблеме с ногами добавились проблемы с плечевым суставом, который пострадал в результате происшествия с автобусом. Передвигаться по жизни стало еще сложнее. Кстати, хоть каким-то утешением может послужить факт, что в подобных ситуациях потерпевший в зависимости от степени тяжести телесных повреждений может получить от страховой компании компенсацию в размере от 300 до 3000 евро. Перевозчиком является Минстранс. Соответственно, потребителю или пассажиру в данном случае необходимо обращаться непосредственно с претензией к юридическому лицу, то есть Минстрансу. Необходимо обращаться в письменном виде с претензией, указать обстоятельства, при которых ему была причинена травма. И потребитель также имеет право за ветребования о выплате денежной компенсации, морального вреда за некачественную услугу. Увы, но наш герой уехал с места происшествия, не зафиксировав ни номер автобуса, ни показаний свидетелей, даже время он точно не помнит. В поликлинику он обратился лишь на следующий день, где ему поставили диагноз повреждения плечевого сустава. 10 же августа Сергей Владимирович обратился с жалобой и в Минсктранс. Транспортники обещали разобраться. По факту обращения заявителя проводится в филиале автобусный парк номер 6 разбор устанавливаем водителя, непосредственно участвовавшему в данном инциденте. ГАИ проводит разбор по данному факту в случае подтверждения факта и установления личности водителя, меры, степени его виновности. Конечно, водитель будет привлечен к ответственности вплоть до окончания с ним трудовых отношений. Сурово, но, вероятно, справедливо. Ведь все могло завершиться в этой истории гораздо печальнее для Сергея Владимировича. Поэтому он и поделился своей историей, дабы водители были человечнее и внимательнее, а пассажиры осторожнее и бдительнее. С заявителем мы также общались. Он имеет полное право обратиться в филиал автобусный парк номер 6 для составления акта причинения вреда жизни и здоровью, по которому уже страховая компания будет принимать решение о выплате страхового возмещения согласно причиненному ущербу. Надо помнить, что при возникновении подобных ситуаций необходимо собрать как можно больше доказательств. Это, конечно, место и время происшествия, номер автобуса, фамилии и адреса свидетелей, фото и видео, справки из аптек и медучреждений. Все это впоследствии может сыграть очень существенную роль. Ну и, конечно, не забываем компостировать талоны. Как показывает практика, как правило, печальная, перед началом движения транспортного средства необходимо включать не только двигатель, но и мозг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok